Первым делом член Общественной Палаты России Константин Затулин отправился в больницу номер 8. Медицинское учреждение почти с вековой истории, предмет гордости не только краснополянцев, но и всех сочинцев. Благодаря Олимпийским играм в больнице появилось самое современное оборудование и высоко квалифицированные специалисты. Сегодня здесь работает 180 человек. К услугам пациентов терапевтическое, травматологическое, хирургическое отделение, а также анестезиологии и реабилитации, лучевой и функциональной диагностики. Есть клиника-диагностическая лаборатория. В скором времени на базе больницы планируется открыть еще одно отделение. Оно будет специализироваться на лечении заболеваний позвоночника. Большим направлением деятельности больницы в настоящее время является лечение заболеваний позвоночника. И здесь нами планируется создание целой технологической цепочки, первая часть которой будет заключаться в консервативном лечении заболеваний позвоночника. Это достаточно большой бич в настоящее время. Помимо консервативного лечения на базе больницы будут осуществлять хирургическое, а также проводить курс восстановительно-реабилитационной терапии. Открытие нового отделения запланировано на конец года. Между тем, как выяснилось, в ходе встречи Константина Затулина с персоналом 8-й больницы есть острая необходимость в расширении терапевтического отделения и создании детского. Озвучили медики и личные проблемы. Так для них по-прежнему остается актуальным жилищный вопрос. Требует решение и дорожный. На некоторых участках федеральной трассы, которая проходит через поселок, необходимо в срочном порядке разобраться с разметкой и обустроить пешеходные переходы. На кону безопасность. Мы не можем сподвигнуть Росавтодор, сделать ряд пешеходных переходов. Буквально письмо я сегодня писал, что нам необходим пешеходный переход в районе Горного воздуха, вот этот магазин, ну еще рада, 3-4 перехода. Мы не можем сдвинуть, они, конечно, пишут свои определенные нормативы, но жизнь здесь жизнь. У меня есть договоренность самого, что и на есть высокого уровня. Я ее только что подтвердил, 12-го числа виделся с помощником президента Левитиным Евгеньевичем, который у нас, кстати, почетный гражданин города Сочи, бывший министр транспорта. Да, вот у меня к нему несколько вопросов было по Росавтодору. Проблему с пешеходными переходами в Красной Поляне Константин Федорович также пообещал озвучить помощнику президента Игорю Левитину. Скорейшего разрешения требует и другой вопрос – готовить дрова на зиму или нет. Перед этой дилеммой краснополянцы стоят вот уже несколько лет. Работы по газификации были завершены еще до Олимпиады, но голубое топливо в домах сельчан так и не появилось. Администрация инициировала иск в суд. В итоге служители Фемиды обязали агентство ТЭК, которое осуществляло газификацию без промедлений, подключить сельчан. Данное агентство и другие непосредственно подразделения, учащиеся в газификации, должны выполнить решение суда. То есть начать подключение жителей Красной Поляны, других регионов к газу. Идут, как мы сегодня уже доложили, определенные технические моменты, то есть идет экспертиза, проверка. Вопросы по газификации поднимались не только на встрече с медиками. Многие краснополянцы ждут его разрешения или хотя бы объявления сроков. Но это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются жители Красной Поляны. Ремонт улиц, канализование, общественный транспорт, выделение земельных участков для многодетных семей. Для всех в России, наверное, в большей мере, чем в Сочи, но и в Сочи тоже Красная Поляна – это просто символ благополучия. При этом как-то мимо нашего внимания часто проходит то, что в процессе подготовки к Олимпиаде и после нее не все из них были решены. Конечно, не все проблемы смогли озвучить краснополянцы на встрече с членом Общественной палаты России, но у них еще будет такая возможность. В Красной Поляне работает общественная приемная Константина Затулина. Она располагается на улице Турчинского, 38А. Что касается тех вопросов, которые все-таки были заданы на встрече, ответы на них постараются найти в ближайшее время. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.